Добрый день! Ну, все абсолютно СМИ, все абсолютно порталы нашего города, они оглашают событие, которое произойдет вот буквально уже через несколько дней. Абсолютная премьера в Кировском государственном цирке. Международная программа московского цирка Юрия Никулина. Правильно? Ура! Ура! Киров первый город. Первый город. Кирову не то, что несказанно повезло, а Киров культурная столица. Перед Токио. Перед Токио. Перед Токио. Культурная столица. Итак, Киров первым увидит международную программу московского цирка Юрия Никулина перед мировой премьерой в Токио. Это завораживает, когда читаешь такие вещи, потому что японцы, они очень искушенные люди, много чего видели, много чего могут себе позволить. Я хотел маленькое выступление сделать, что количество людей, плачущих перед картиной Джоаконды в Лувре на 100% составляют люди восточно-настоящем, которые 99% японцы. Да, да. И поэтому мы сейчас хотим рассказать нашим слушателям, что же их ожидает, на что они могут рассчитывать, успеют ли вообще купить билеты. Я вот сейчас уже, у меня сомнения закрадываются, просто осталось несколько дней до открытия этой программы. Но прежде все-таки, чем мы такие подробности раскроем, давайте поговорим о Ренате, который сидит в этой студии. И я поэтому, Олег, попрошу вас рассказать великим дрессировщикам, которые сейчас с нами вместе. Ну, честно говоря, еще раз добрый день, слушатели, гости города и также горожане нашего, нашего дорогого, любимого города. Реально у нас удивительное такое грандиозное событие состоится 2 июня на манеже Кировского цирка, так как выступает грандиозная мировая премьера. Так много очень выступит артистов разных жанров, с разных городов, стран, в принципе. Вот Олег топит за цирк все-таки, да? Я его прошу рассказать о Ренате, а он все равно про цирку. А он агитирует, агитирует. Именно состоится грандиозная премьера, мировая премьера, где примет, представит нашему зрителю династию Косеевых, именно в лице династии Ренат Косеевых. Это грандиозный, великий дрессировщик. Я сам лично видел его аттракцион, достаточно насыщенный, где медведи не только покажут мне такую дрессуру, привыкшую видеть людей по телевизору в каких-то неких цирках, где будет и футбол, игра медвежий цирк, пожарный, там будет много-много жанров. Ренат подсказывает, чем будет заниматься медведей. Просто реально очень много дрессуры от медведей увидит наш зритель, вот реально. Это очень насыщенно, замечательно. В данном случае, Олег, как нормальный человек, он в нем предлагает эмоции, как нормальный человек, который связан с цирком. Потому что он видел уже репетиции, а мы-то еще нет, конечно, он под впечатлением находится. Ну и поэтому он в первую очередь говорит, как нормальный человек, он говорит с эмоциями, и какая-то техническая часть, оставим ее над этим специалистом, а он говорит через эмоции. Поэтому он под впечатлением вот того, что он увидел, а как-то объяснить ему трудно, потому что эмоции преобладают. Тогда, Ренат, я дам краткую справку. Вас характеризует интернет как дрессировщика-медведя-иллюзиониста, руководителя международной программы Московского цирка Юрия Никулина. Вы наследственный дрессировщик. Ваш отец и мама Нелли и Рустам Косеевы тоже были дрессировщиками медведей. И ваша программа 76... их программа 76-го года, да, была создана? Нет, она 71-го. Даже 71-го. То есть они сделали программу, они за это получили звание, они начали работать в цирке на Цветном бульваре в Москве в 72-м году. А вы росли в цирке? Вы знаете что, я не могу так сказать, что я рос в цирке, потому что все мы ходили в нормальные советские школы. Я рос при цирке. Каким образом вас родители втянули в номер? Родители меня не втянули в номер, это идет как желание, призвание. Вот в тот момент это мне нравилось. Потом был какой-то период, который мне не понравился. Я работал в цирке, но думал совершенно о другом. Что заставило вернуться? Не знаю, гены, может быть, желание, может быть... Вот бывает же так, что в определенный момент тебе нравится кофе, а в другое время тебе нравится чай. А в совершенно другое время тебе нравится сок. И вот, но рано или поздно основной вкус он преобладает. В 98-м году все-таки вы вернулись в цирке? В 97-м. В 97-м году. Работа с медведями, мне кажется, не менее опасна, чем работа со львами и тиграми. Потому что медведи – это очень сильные и часто агрессивные животные. В первую очередь нужно говорить, что человек должен быть себе уверен. Если человек уверен, то и животные же смотрят, животные же смотрят по эмоциям. Если эмоции от тебя исходят, какая-то отрицательная энергия, то, конечно, любое животное это чувствует. И если ты подставишься, то, конечно, оно тебе хапнет. Но в данном случае же это не просто... Вот что такое, говорят, дрессура? Это доверие. Так же, как и общение между людьми. Что такое общение, что такое воспитание ребенка? Ты берешь нормального медвежонка в трехмесячном возрасте. В трехмесячном. В трехмесячном. Вначале кормишь из сосочки, потом жуешь там яблочко, даешь ему... Ну, то есть, все как с ребенком. И когда он у тебя растет и с тобой присутствует 27 часов в сутки, ну, разумеется, ну, что происходит? Он к тебе привыкает, он член семьи. Он не член чего-то там такого, так же, как и Олег. Вот он живет цирком. Он приходит в цирк в 7 утра, уходит в 9 вечера. Конечно, все процессы, которые у него происходят в цирке, он знает от и до. Кто там, что, вовремя пришел на работу. Кто вчера поддал, и не нужно с этим человеком ругаться, нужно просто вызвать и сказать, ну, что ж ты подводишь. И он перестанет сразу. И так же с животными. Они тебя лучше знают, лучше, чем кто-либо. Сколько в вашем коллективе медведей? У меня 10. И всех их вы знаете с трехмесячного возраста? Да. Одному медведю 33 года, как в возрасте Иисуса Христа. А медвежата рождаются прямо в цирке? Нет, медвежата рождаются обычно в лесу. Их вылавливают, привозят. И мы их растим дальше в цирке. Я знаю, что есть истории, когда потерянные медвежата или оставшиеся без родителей в силу того, что проконеры там работают, действуют, тоже привозятся в цирк. И тогда они попадают в труппу. Так расскажите поподробнее все-таки, что делают ваши медведи? Потому что вот эмоциональный спич такой, который Олег нам задвинул в начале программы, показывает, что впечатление действительно огромное. Ну, понимаете, что я не могу сказать, что они делают. Мне проще сказать, что они не делают. Они не летают, они не говорят, они там не целуются со зрителем. Да, слава богу, зрители первых рядов могут успокоиться в этом смысле. Да, шамбанское разлететь не буду. Я просто хочу сказать, что ты с ними живешь. Ты с ними не то, что ты их дрессируешь. Ты в начале трехмесячного возраста их откармливаешь. Потом ты смотришь, к чему они более предпособлены. У кого-то сильные более задние конечности, у которых некоторые более передние, некоторые более добродушные, некоторые более резче. И ты потом смотришь, какие трюки они будут делать. Вот я говорю, у меня есть медведь, которому 33 года, в нормальном человеческом возрасте это лет 100-120. Потому что медведи, что бы ни говорили, в природе больше 20 лет не живут. Принцип естественного отбора. Но его вовремя чешут, вовремя гладят, вовремя дают добавки, вовремя за ним ухаживают, вовремя с ним погуляли. И вот пора бы его, может быть, давно бы уже списать. Но нельзя же предавать тех, кто с тобой от начала и до. А что он делает? У него какая роль? В его возрасте почтенно? Он танцует, он танцует, он работает на буме есть такая. Он еще ходит в стойке. Но по своей натуре он уже больше каким-то обладает человеческими чертами, чем с животными. Потому что 33 года он находится с людьми. Он не находится с людьми, грубо говоря, не увидел в тайге и не убежал. Он 33 года находится с людьми. И поэтому знает какие привычки, знает от тебя, что ожидать, знает, когда тебя, например, некрасиво говорится, дернуть, когда, например, ты что-то не так делаешь. Конечно, он на тебя посмотрит. В природе животное бросится. Здесь он просто посмотрит. Потому что он знает, от кого это исходит добро. И как, например, указать тебе, что ты неправ. Так же, как и ты. Ты их знаешь с трехмесячного возраста. И сейчас что-то делают не так. Ты им так же говоришь. Ребята, ну что же вы делаете? И он понимает и старается исправиться. Ренат Косеев, дрессировщик медведей, иллюзионист, руководитель международной программы московского цирка Юрия Никулина. И директор кировского государственного цирка Юлия Рыбкина. В гостях у нашей программы сегодня мы знакомим вас, кировчане, с тем, что предстоит вам увидеть буквально уже в ближайшие дни. Это программа, которая будет продемонстрирована в Токио. Будет мировая премьера. А перед этой демонстрацией несколько городов. А Киров первый. Нет, не несколько городов. Киров, а потом Киров. Сразу в Токио. Сразу из Кирова в Токио. Киров, Токио. У вас там надо узнать, где контейнеры хранятся. Да, чтобы вы залезли. Чтобы вы залезли. Интересно, да. Медведи очень круто. Я смотрю просто на программу, которая, я думаю, что она, конечно, не раскрывает всего на свете, но то, что опубликовано в нашем пресс-релизе, на нашем сайте эхокирова.ру, я вижу, что огромное количество животных, кроме медведей, представлено в программе. Кого вы туда собрали, с какими номерами? Ну, первое, конечно, в первую очередь, что люди приходят в цирк. Люди в цирк приходят посмотреть на клоунов и посмотреть на животных. И поэтому в данном случае, как мне кажется, мы сделали как такой, что есть экзотические животные, и дикобразы, и крокодилы, и питоны. Есть животные, которые животные, как мы называем, в пустыне. Есть лошади, верблюды, пони, ламы, всё прочее. Есть некоторые виды редких животных, есть, честно, я не специалист, впрочем, может прийти и увидеть, который выходит, которые в природе, и даже есть гиены, у которых они попадаются, попадаются в основном и избегают людей. Я просто хочу сказать, что в данном случае нельзя сказать, что какой-то номер лучше, какой-то номер хуже животными. Где-то номер с верблюдами может лучше, или номер с экзотикой, или номер, например, с пони, он лучше или хуже. Дело в том, что все номера, они достойны. Это первое. Второе. Мы постарались, конечно, в данном случае сделать как такой, что не обязательно, что в цирке люди же ходят животных. Некоторые ходят на достижения. Если раньше, например, в цирке была борьба, все ходили смотреть на какие-то... На борцов. На борцов, на рекорды. У нас работает, я считаю, полет один из самых лучших в мире. Полет? Полет воздушный полет. Это гигерои, да. Они уже вот в этом году, они взяли бронзовые клоуны на международном фестивале Монте-Карло. До этого взяли серебро на цирке с завтрашнего дня в Париже. То есть и люди, которые придут из старого млада, они не только увидят, что вот собачка вышла, там, поник или кто-то еще, они увидят, что красоту парения, что те люди делают рекордные трюки. Вот разберем поподробнее. И когда я прочитала список животных, я думаю, что далеко не полный. И опять же, на нашем сайте хакера.ру есть реклама, где мы излагаем, вот кого вы увидите, зрители кировчане, когда придете на программу, она стартует со 2 июня и продлится до 15 июля. Я увидела там в составе животных крокодилов. Я, простите, совершенно себе не представляю, что могут делать крокодилы в Манеже. Они могут только кушать. Это экзотика. Это экзотика. Они могут только кушать. А что они там делают? Они лежат, раскрывают пасть? Они лежат, раскрывают пасть. Потом они пытаются убежать в зал, показать, какие у них большие зубы. Дрессировщик их хватает за хвост, вытягивает из зала. Они опять зевают. Прямо в зал? Да. И показывают, какие у них большие зубы. Им зубы подпиливают, я надеюсь. Нет, главное, чтобы туда не сувать палец. То есть они тоже безобидные, получается? Или их вовремя успевают перехватить? Они обидные, все нормально. Они обидные. А как же нам почувствовать себя в безопасности? Вдруг они кинутся в первое время? Да нет, они не кинутся, во-первых. Там барьер. Крокодилы, они передвигаются только по ровной поверхности. То есть они показывают всю свою природную мочь. Суперную мочь и красоту, но только на Манеже. И зубовную красоту. А гиены? Вот вы сказали, что гиены – это животные, которые стараются скрыться. И они очень хитрые, насколько я знаю. Но они хитрые, они хищные. Это же помесь между волком и собакой. Они что, вытворяют там на сцене? Ну, они… Манежи? Нет, то есть они… Они же не как пуди или там мячик на носу нет. Мячик на носу нет, потому что, если им попадется мячик, он его или прокусит, или… Сразу будет. Ну, конечно, потому что хватательные способности, в первую очередь, волков хорошо растут. Нет, они работают как что-то среднее между собаками и тиграми. То есть прыгают на тумбы, слезают с тумб, то есть показывают, опять же, всю хищную красоту, красоту дикого животного. В самой вот этой программе, о которой мы сегодня говорим, международная программа московского цирка Юрия Никулина, какое место занимает именно блок с животными? То есть максимально на них делается упор? Вы знаете, что очень часто спрашивают, а в чём сильная сторона программы или слабая? В чём эта программа отличается от другого? Да нет такого. Понимаете, что дело в том, что… Совокупность. Чем человек живёт? Да. Совокупность эмоций. Совокупность то, что может получить. Конечно, номеров животных больше. Но если… Я просто почему хочу сказать, что, не умаляя достоинства, другие номера, вот есть воздушный полёт. Я подойду ещё к воздушному полёту. Я знаю, я хочу только про животных. Я в данном случае хочу сказать, что… Вот что такое номера с животными? А кому-то больше нравятся медведи, кому-то нравится больше экзотика, кому-то нравится больше верблюдо, кому-то нравится попугай. Но мы постараемся показать тот максимум, у который люди вообще могут выйти. Есть всё, кроме сладонов и динозавров. Понятно. Ну, дети реагируют на животных ярче всего или нет? Вообще здесь стираются все рамки и взрослые, и дети на животных реагируют. Всё зависит. Обобщённо, я так думаю, что… Обобщённо. Бывают и папы реагируют, и мамы, и дети. Разная абсолютно динамика и реакция людей. Это очень абсолютно видно, когда сидишь на представлении, смотришь на людей. Олег Рыбкин, к вам вопрос. Лично мой и некоторых моих коллег, родителей, которые давно не ходят в цирк в связи с тем, что им жалко животных. Я хочу узнать, в современном цирке каковы условия содержания животных? Вот это неправильное мнение, что многие считают, что в цирке плохие условия, животных обижают, недоедают, плохое питание, рацион. Это всё неправда. До работы цирка, может быть, у меня и складывалось такое мнение, личное мнение. Тоже были такие, да, ощущения? Были такие сомнения, да, были такие ощущения, потому что всё-таки животное, когда содержится в неволе, оно всё равно как-то так думаешь, что-то там не хватает. Всё неправда. Достаточно хороший рацион, питание, условия, хорошее содержание, любовь. Вы понимаете, что животное не может быть в контакте с человеком в неволе, если будет какая-то агрессия между животным и человеком, правильно? Абсолютно всё в любви, в ласке, в хорошем уходе. Вы не поверите, насколько хорошо живут у нас животные в цирке. Ну, я не зря начала разговор с Ренатом, с его взаимоотношениями с медведями, потому что мне очень хотелось, чтобы он рассказал эту историю, как работает у животных. Я недаром уже говорил, что у меня медведь, которому 33 года, потому что в природе больше 20 лет не живут. Как зовут его? Филимон. 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 Мы будем знать. Придём в гости к Филимону. Я просто хочу сказать, что есть такой, что в природе, что очевидно, есть такой порог, особенно у диких животных, что порог жёсткости, порог боли. И если, например, те, кто стараются воспитать животных через жёсткость, через палку, через электрошок, даже те, которые, например, с собаками гуляют, электроошейник, они все понимают, что рано или поздно животное привыкает к животным. Есть порог боли, который животным переступает и переступает. И вот когда переступает оно, вот её порог боли умножается на такой порядок, что животное хочется отомстить. И в этом случае остановить животное очень трудно. Почему очень часто бывает, что собака покусала, остановить невозможно, или убежала, или застрелили, или что-то ещё, понимаете? Потому что сейчас что такое дрессура? Это доверие. Потому что сейчас ты работаешь на манеже, в основном, многие, я так знаю, нормальных дрессировщиков, кнутами не пользуются, палками не пользуются. Да, что-то там где-то выстроить, где-то… Но таких уже методов дрессуры, как, например, или колоть, или копьё, или, например, жёсткая палка, вот таких уже нет. Это очень важно. Это специально для той части, которая, может быть, вернётся в цирк, потому что вот существовало такое ощущение и мнение. Вернёмся же, наконец-то, к вашим воздушным гимнастам-героям. Героям. Да, они так и называются – герои. И вы уже начали о них рассказывать. На самом деле, конечно же, воздушная гимнастика, мне кажется, стала ещё более популярной после того, как на экранах наших телевизоров и в наших цирках появились артисты из Дюссалея. Они, конечно, пропагандируют этот вид искусства циркового очень мощно. И я всегда тоже, после того, как посмотрела… Я ни разу не была на Дюссале, хотя они вот тут тоже кастролируют где-то, но всегда с восторгом на любых теперь воздушных гимнастах смотрю. И раньше-то, конечно, дух захватывало, а сейчас особенно. Расскажите нам про эту программу – воздушные гимнасты. Ну, первое – там тоже потомственный из семи потомственных артистов, руководители Богданов Стас. Его родители также работали в воздушном полёте, работали в России, но с развалом Советского Союза они уехали в Италию. Стас возвратился, сделал воздушный полёт. Вот. Было трудно. Какое-то время он работал в России, потом он уехал за границу, долгое время был в Америке, он сейчас вернулся. То есть у него опыт есть и европейского цирка, и американского цирка, и русского. И, можно сказать, у него советская школа. Потому что родители были советские артисты, и я всегда говорил, советская школа – это самая лучшая. На чём поднялся Десалей. 70-80% артистов, в том числе и наша. Россия, Украина, Белоруссия. Советская, да. Я не буду выделять. Вообще все, да? Это был Советский Союз. Самая сильная школа по артистам, по акробатике, по гимнастике – это была самая сильная советская школа. Я сейчас точно не помню фамилию. У нас был трёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам в длину. Он трёхкратный олимпийский, и на московской, кажется, олимпиаде он взял бронзу или серебро. По тройному прыжку. Сейчас не помню его фамилию. Он уехал в Австралию, до сих пор преподает, воспитывает каких-то чемпионов. Но человек состоялся в жизни как великий спортсмен и как великий тренер. У нас был такой, я считаю, один из самых лучших волейбористов Мира Зайцев. До сих пор играет в какой-то пятой лиге в Италии. Мы уклонились от нашей программы цирковой. Вернёмся к героям. Нет, я просто говорю, что... Вы охарактеризуете этих великих людей. Советская школа – она самая лучшая. И вот то, что вы написали в релизе, а я напоминаю, он есть на сайте хакера.ру, требует просто цитирования. «Восемь парней без страховки, под куполом цирка, под музыку цоя внимательно, выполнят головокружительные трюки, в финале последний герой поднимется под самый купол и рухнет вниз головой, сгруппировавшись в последний момент». Это зажигательное начало, зажигательный анонс и должен быть зажигательный просмотр. Да, но мы надеемся, что так и будет. Надо сказать, что вы уже упоминали, Ренат, что в Монте-Карло вот эту программу достоилась циркового «Оскара» бронзового уклона. Бронзового уклона. Дело в том, что у них тоже должен был ехать другой полёт. И это иногда происходит в нашей цирковой жизни. Одна из артистов получила травму, и в самый последний момент, и практически без какой-либо подготовки, они заканчивают гастроли в одном городе, собираются, переезжают на бюджетный фестиваль Монте-Карло, постарались... И берут там «Оскар» циркового. И дело не в том, что это же не то, что какой-то признак мастерства, это же давление. Это же давление, что у людей были нормальные состояния, нормальная уверенность, то, что они сумели это всё пережить. Потому что человек, может быть, в рекордные трюки, рекордные, но он приезжает в незнакомую остановку, вот прямо с бухты барахта, и ты едешь в Лас-Пальмас, или ты едешь, и у человека наступает ступор. И человек то, что он делал там завязанными глазами ночью под ними, а он не может это сделать. А эти ребята сумели передать психологический барьер, то есть раскрепостились, и я считаю, что это сейчас один из самых лучших балетов. И ещё один номер, который стоит отметить, безусловно, китайский цирк, он тоже очень популярен. Китайский цирк почему-то у меня связан с различными кинофильмами детективными. В частности, я вспоминаю свежего в Шерлока Холмса с Кимбербечем, где там китайский цирк во всей красе, и он такой загадочный, непонятный для нас. И как они эти трюки выделывают, непонятно. И у вас будет тоже номер, который отражает древнюю китайскую игру Йо-Йо. Ну, в данном случае, это же тоже долгие годы тренировки. Первое, потом... Ловкость. Этот ловкость рук, никакого мошенничества. Этот парень, он завоевал на международном фестивале в Италии серебро. То есть, кем... Просто я опять же возвращаюсь. Меня часто спрашивают, что у вас проявление самое лучшее? Молодость, задор и профессионализм. Что все практически артисты в нашей программе, они относительно молоды для цирка. То есть, ну, уже взяли какие-то конкурсы, фестивали в Европе, в Америке, награды получили. И то, что они показывают здесь, это не то, что получилось с бухты-барахты. Это долгие годы репетиций, тренировок и выступлений. Я смотрю, что у вас многонациональный состав труппы артистический. Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Молдавия. Нет? Ну, да. То есть, вы знаете, что, можно сказать, что Интерцир в свое время, чем был сильен Советский Союз, то есть, что люди были с разных стран и континентов. И чем профессионализм, опыт и все прочее, что это не то, что были предоставлены какой-то одной страной. Это были люди с разных стран и континентов. И поэтому очень часто бывало так, что вот в воздушном полете там люди нескольких национальностей. То есть, где-то еще, то есть, в каком-то номере работают. Мальчик там одной национальности, девушка с другой национальности. Там муж одной страны, жена с другой страны. Ну, вот цирк, наверное, к нему вот этот штамп, а штамп иногда имеет смысл применять, применим абсолютно. Цирк – это то, что не имеет границ. Нет границ, абсолютно верно. Не в номерах, не в людях, которые там работают, не в понимании того, что тебе представляют на арене цирка. И вот тут наша программа, международная программа московского цирка Юрия Никулина, которая начинается 2 июня в нашем цирке Кировском государственном, и продлится она до 15 июля, она абсолютно это подтверждает. Здесь, конечно, наверное, заслуга и коллектива Кировского цирка, потому что заманить к себе, выписать таких прекрасных… Перед Японией. Перед Токио. Перед Токио. Таких прекрасных артистов, это, конечно, стоит труда, Олег. Как удалось? Вы знаете, у нас, в принципе, последний год, 17-й уходящий, был юбилейным, 40-м годом. И все-таки мы старались как-то кировчан больше насытить какими-то лучшими программами, которые сформировались за последние десятилетия в компании Росгосцирка, но не только компания Росгосцирка и цирка Никулина, также большого московского цирка. И, соответственно, ведем переговоры, общаемся. Также наш генеральный директор помогает. Все-таки Киров у нас город не миллионник, пусть там не так много жильзий в нашем городе. Сразу рассекается очень много программ. Но, тем не менее, мы конкурируем с городами-миллионниками по составу именно таких программ, которые приезжают. У нас программы приезжают лучшие в мире, в стране. И на что хочу сказать, что Киров все-таки не на последнем месте. Киров часто спасает то, что он находится, самое главное, недалеко от Москвы. Потому что возьми точно такую же программу, перетащи в Сочи. Это, во-первых, городовный транспорт на расходы. А тут все по пути. Все по пути, как в отдаленный район из Сибири. На юго-восток. Юго-восточной Азии точно по пути. Его не обойти, не проехать. Но мы везде попадаемся, в принципе, в любой программе. ЖД едет, ЖД. Город Киров-пассажир. Киров главный. Но это же очень важно, как вас принимают. Правда же, Ренат? Как Кировский цирк встретил артистов? Кировский цирк встретил нормально, по-рабочему. Дело в том, что Киров, он город, он цирковой. И та публика, которая приходит сюда, ее не нужно воспитывать. Если город находится, Киров находился около Москвы, там здесь всегда работали приличные программы. И воспитание артистов, воспитание зрителей происходило все постепенно. То есть, например, если там какой-то город, где не было цирков, нет цирковой культуры, нет общения, люди не видели приличных цирковых номеров, программ, туда и бесполезно что-либо воспитывать, потому что это же все чуть ли не советское время. Это все проходит много времени. Это все годы. Да. Итак, возвращаемся к анонсу программы, международной программы Московского цирка Юрия Никулина. У нас ее здесь сегодня представляли Ренат Косеев, руководитель коллектива, который приехал уже в Киров и репетирует вовсю. И Олег Рыбкин, директор Кировского государственного цирка. Напоминаем, 2 июня в 16.00 состоится премьера в Кирове. Продлятся гастроли до 15 июля и дальше Токио. Можно, конечно, вместе с цирком улететь. Есть такие вещи, когда поклонники летают. Расскажите нам, Олег, остается буквально одна минута, где и как приобрести билеты. Только ли кассы или онлайн тоже есть? Ну, билеты продаются в кассах города, в кассе Кировского государственного цирка, также на официальном сайте Кировского цирка. В принципе, онлайн-продажи все открыты круглосуточно у нас. Пожалуйста, приобретайте. Никакие билеты мы не прячем. Все, что имеется в продаже, всем, пожалуйста, предлагаем. Покупайте заранее, потому что бывают моменты, когда реально билеты хорошо продаются. На данную программу у нас билеты продаются уже хорошо. И вот последнее, что я у вас спрошу, это важно. Где все-таки самые классные места в цирке, которые надо купить, чтобы увидеть все? Я могу сказать, что цирк круглый. У нас все хорошие места, абсолютно все хорошие места. И это все по желанию. Кто-то любит пониже, кто-то любит повыше, понимаете? Кто-то идет смотреть на полет, а кто-то ближе на животных. Это все на усмотрение нашего зрителя. А так все везде видно, все везде хорошо просматривается и слышно. И, пожалуйста, приглашаем. Как граф Квидич буквально. Да, цирк он круглый. Спасибо большое нашим гостям. И напоминаю, что в студии радиостанции был руководитель коллектива международной программы Московского цирка Юрия Никулина и Ренат Косеев и директор Кировского государственного цирка Олег Рыбкин. «Полезный город» завершен. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. «Полезный город» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова